с утра закончил делать фильм санкт-петербург д.к. имени кирова филателисты 19 сентября по моему в питере был 3 воскресенья месяца то что они называют большой сбор каждое воскресенье не собираются но только 3 воскресенья там где филателистов значительно больше на выходной билет и этот фильм тоже сейчас думаю куда поставить на первый канал или на второй канал по логике собирался на первом канале с апреля месяца хотя бы с июня не стоит про филателию ставить что-то другое так как половина у меня просмотра все-таки составляют про шахты фильмы истории стонсланца скажем так и вот здесь несколько лотов которые я хотел купил который хотел бы купить вот как этот этим я уже не интересуюсь так как я не собираю не британию не мировые марки они тоже там присутствовали так что не знаю то ли музыку наложить то ли комментарии что я увидел ну то что попадалось чуть-чуть для меня интересно в основном марки которые я уже собрал немножко себе на память людей с которыми там удалось пообщаться с двумя с тремя завязалась пересеписка вот серьезные филателисты надеюсь и тува которые сделал много серий несколько частей про все выпуски и марки которые у меня есть просто сравнить проанализировать цены по какой цене я покупал и по какой цене можно было бы здесь это приобрести но как говорится история не имеется славительного может быть было бы но во всяком случае это факт того что есть и поэтому хоть и делаешь за два месяца 18 фильмов в принципе все посвящены ну за исключением там трех штук пике филателии но показывать это некому скажем так наверное уже заметили что я не очень люблю разговорный жанр так как не гуманитария технарь по жизни но это с этого дыка крупской мое приобретение но еще не определил какой 901 908 год если сказать что это марка автофокус справляется справляется стоило 30 рублей то это говорит о том что не смысл туда посещать но это марка гадая могу путать 32 или 33 год жаль что 2 марки не было из этой серии 100 рублей стоило так ну и сцепка на ней указана цена тоже в прекрасном состоянии мне конечно этот рубль российской империи есть но не было именно сцепки из трех штук но моей целью в этом дыка была вот этот штемпельная марка до марочный период 30 копеек за три лота но знающие люди сказали что давненько ее не встречали там в дыка один товарищ сказал что буквально в этом месте недели две назад продал за приличную цену продал за приличную цену правда было не вырезка а полный конверт так что уехал я оттуда ни с чем в этом плане но зато несколько марок и знакомство мне принесли пользу ну и зная мое стремление собирать российскую империю знакомый знакомая филаталистка из питера по моей просьбе зашла к загорскому и взяла для меня книгу так как я поленился в июне ее приобрести оставалось только четыре экземпляра поэтому и заодно я попросил если есть возможность взять автографа загорского получайте удовольствие от коллекционирования его подпись ну и сама книга тифлистская уника издание 2007 год 100 десятилетия выпуска в большом формате с цветными иллюстрациями с большими сколько тут ну под 90 страниц не говорю если можно наталья спросите автограф с наилучшими пожеланиями это был июль 22 года вот так что появилась теперь еще у меня и такая книга скажем от стандарт коллекции ну и будущее на лигус канал грибоедово 70 там за разговоры мы дали пару этих самых каталогов и парочку марок а вот это я попросил себе тут тут референт Загорский сказали что в этом Петропавловской крепости 2005-2007 года было открыт по его инициативе частный музей почтовых марок ну и не почтовые марки они выпускают в принципе красивые 300 лет в Санкт-Петербургу это 2003-й или 2013-й год не вижу тут где-то должно стоять и артисты хата московский художественный театр и где-то блочок Петру Первому посвященный ну посетил я заодно и почтовый салон филателист марка 2022 года князь Михаил Воротынский 450 лет в битве при молодях если правильное ударение доставлю решила ее взять на конверте если было бы серия я бы взял только марки вот ну еще вот марка с тигром скажем так младшему сыну в подарок хотя он марки не собирает по гороскопу лев и 4 марки 4 марки дополнение к предыдущей серии форма военная времен отечественной войны ну это я думаю многих из вас есть они только что недавно вышли и так как салон коллекционера находится в центральном музее Попова смотри так лежат у них путеводители во всяком случае решил взять еще дополнительный один экземпляр сокровищница если нужно будет что-то отсканировать вставить видео в сокровищницу я пока так и не попал но надежды не оставляю туда попасть и увидел такую книжицу искусство почтовых аксессуаров тоже выпущена центральным музеем тут вещах которые как в начале века там хранили марки в красивых коробочках коллекционеры кто собирал ну на русском английском языке печатки на почтовые конверты личные для состоятельных людей ну аксессуары того времени в принципе интересная вещь почитать посмотреть а это похоже на палец одевается так как тут кольцо справа коробочка надевать марки но это 2007 год кольцо подставка для решенных марок написано вот ну это уже наверно вот современные мастера ювелиры изготавливают декоративный нож для вскрытия конвертов вот вот стою что такая развлекательная книжка но с приведенными вещами которые сделаны до революции в самом начале а это уже эмали более современные вот такое издательство ну и и побыл в ДК Мини Крупской метро Елизаровская у Ивана Васильевича дали мне визиточку к сожалению тоже этой до штемпельного марки 30 копеек за три лота не было вот это его реквизит и там же появился киоск нашел раньше я не заставал все время был закрыт приобрел вот этот блок 2008 год отдельно у меня был средняя марка а полностью этого блока не было там женщина торгует марками хозяйка так скажем вот и этот раз не удержался приобрел у нее пинцет советский я филатерист который занимается совсем недавно этим вот и взял салоне немецкий пинцет там они уже заканчивается количество разных экземпляров буквально несколько штук осталось филатеристе но решил попробовать еще и пинцет из медтехники если зашлифовать внутренние зубцы то он самый лучший из этих иначе нажимаешь не чувствуешь усилий а это довольно хорошая сталь державейка держит все что нужно и не нужно ну все спасибо всем за внимание книг этот раз по филателии я не приобретал приобрел совсем другие книги о них как-нибудь потом позже показать то что взял летом специально открытки не собираю и конечно это не ретро в этом стиле открытки русская империя и размер конечно изображение очень маленький но со старых картин литографии гравюр почта коммерческое издание москва московский регион в принципе тем кто собирает открытки думаю будет интересно и этот раз увидел сувенирах в петропавловской крепости николай николай форме подшипных полков открытки тоже ну хорошо смотрятся и тоже на двух языках русский английский издательство издательство так что кто увлекается открытками есть возможность в питере да я думаю в москве приобрести красочные вещи которые которые есть филателия а филокартия или как то там правильно называется как то так и хочу как-нибудь сделать обзор посоветовал мне один человек из опытных филателлистов карманный микроскоп но у него подсветка была отломана но 60 крат позволяет рассмотреть не только наведенный клей хотя это микроскоп для рассматривания в буквоеде продается 300 рублей ну там с хвостиком полезная вещь оказалась все спасибо всем за внимание